Азербайджанские железные дороги и российские железные дороги подписали меморандум о развитии партнёрских отношений. Документ направлен на развитие комплексного сотрудничества в железнодорожной сфере, в том числе транспортного и транзитного потенциала национальной железной компании, развитие железнодорожной инфраструктуры и расширение кооперативных связей. По словам гендиректора и председателя правления РЖД Олега Белозёрова, в последнее время спектр экономического сотрудничества между Россией и Азербайджаном постоянно расширяется. Данная тенденция ярко выражена в положительной динамике роста объёмов груза и пассажироперевозок. Российские железные дороги традиционно уделяют особое внимание развитию сотрудничества с азербайджанскими железными дорогами. Мы ежегодно в двустороннем сообщении перевозим порядка 6 миллионов тонн грузов и порядка 75 тысяч пассажиров. Но показательным является первый квартал этого 2019 года, когда объём наших перевозок увеличился на 25%. По сравнению с предыдущим годом и мы видим, что такая позитивная динамика имеет долгосрочный характер. Широкомасштабная работа, проводимая Азербайджаном в направлении создания инновационной транспортной инфраструктуры и диверсификации национальной экономики, открывает новые грани региональной экономической кооперации. В этой связи стороны намерены реализовывать совместные мероприятия, которые будут способствовать росту грузовых перевозок по маршруту Иран-Азербайджан-Россия-Европа в рамках западного маршрута Международного транспортного коридора Север-Юг и маршрута Россия-Азербайджан-Турция с использованием инфраструктуры железнодорожной магистрали Баку-Тбилиси-Карс. Через территорию Азербайджана уже осуществляются грузоперевозки в направлении восток-запад-Север-Юг. Однако транспортно-транзитные перспективы открывают новые возможности для кооперации со странными партнёрами. Так будет запущен ещё один коридор в направлении восток-запад к территории Турции. Данный коридор позволит через Владивосток, а далее по территории России переводить груз из Японии, Кореи и Вьетнама в Турцию и Европу. Масштабный межрегиональный проект будет реализован посредством объединения усилий азербайджанских и российских железных дорог. На пресс-конференции стороны объявили о начале разработки согласованной политики по развитию и эксплуатации евроазиатских международных транспортных коридоров, в том числе с целью расширения внешнеэкономических связей и обеспечения оптимальных транспортных условий для транзитных и экспортно-импортных перевозок. Видим в азербайджанских железнодорожниках единомышленников по развитию потенциала евроазиатского пространства. Высоко оцениваем работу, проведённую коллегами по строительству пограничной станции Астара в Иране и развитию на её базе логистического хаба. Считаем большим достижением ввод в эксплуатацию железнодорожной линии Баку-Тбилиси-Карс. Интерес к этой линии проявляют многие грузоотправители. И буквально сегодня мы планируем вместе подписать трёхстороннее соглашение по развитию этой линии. Уверены, что потенциал этой линии создаст новые связи на евроазиатском пространстве. В целях сокращения сроков доставки планируется оптимизировать пограничные и таможенные процедуры, включая электронный обмен данными и предварительное информирование в электронном виде. Принимая во внимание предполагаемые объёмы перевозок по международному транспортному коридору, север-юг и другим маршрутам, также планируется скоординировать план работы по развитию пограничной инфраструктуры погрампункта Самур-Ялома с целью увеличения его пропускной способности. Российские железные дороги и азербайджанские железные дороги выразили готовность повышать качество услуг, обеспечивать эффективное использование подвижного состава и предлагать конкурентоспособные тарифные ставки. Для повышения эффективности коммерческих и технологических процедур будет развиваться единое информационное пространство на базе внедрения современных технологий, электронного документа оборота, слежения за продвижением грузов. Помимо этого, стороны договорились о привлечении дополнительных объёмов груза по железнодорожным маршрутам в европейском направлении.